Небом и землей, болотной водой, могильной плитой С котами спать, в гробу лежать Крепко подумай, не поздно еще Подумала, поздно Воля твоя, ну помни, проклятие это страшное Может так статься, что оно нигде себе места не найдет И тогда к тебе воротиться Пусть так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осенняя ярмарка Дары и Сампуна, которой мы прибыли, дорогие мои Не единственная достопримечательность нашего острова Вот в этом доме живет знаменитая писательница Агата Север Она была очарована нашим островом и поселилась здесь навсегда Именно здесь она пишет свои новые книги, радует нас и будет еще радовать Что случилось? А то и случилось, совсем с катушек съехала Думала, родные люди под одной крышей всяко уживемся Да куда там? А знаменитость-то покажете? А поскольку она сейчас работает, мы не будем торгаться в ее творческий процесс А сейчас давайте кучнее, кучнее пойдем вместе смотреть место Где будет заложен уникальный эко-парк Солнцеворот Смелее пойдемте С добрым утром Кофе хотите? Вам звонят А скажите, что меня нет, я умерла Нехорошо это врать А в чем ложь? Я умерла, как писательница В лукавстве Живы, а говорите, нет вас больше Ленности, уныния, покоя вам не дает Гордыня ваша же нравится Вот мне же предлагали другую поможете по хозяйству С хорошими рекомендациями А самое главное, глухонемую Надо было соглашаться Здрасте Здрасте И даже печатная машинка не помогла Нет, у меня твердый знак западает Логово белого чаруя Ну надо же Это издатель Слушайте, а у меня идея Давайте сходим на ярмарку А у меня встречная Давайте вы пойдете к черту Вы, Майя, обещали фильм про остров снять Не помните? Нет Ну я так и думал Это наш лес Он только с виду такой мрачный На самом деле тоже Если потеряешься, найдешься лет через сто А еще здесь можно встретиться с духами Запуск Это Леонид Это турист У меня стреляли даже Не знаю почему Ну еще раз Немного и пойдет Надо немного подождать Когда он не доест, он вас сам отпустит Кто, деточка? Хися Он здесь самый главный Майя не пугай людей Хися? А кто такой хися? Ну, по месту поверим Это дух острова Самое главное Опасно-приопасно Живет на болоте Тут, рядом Тогда я думала, что я заперта здесь как в тюрьме Но все оказалось по-другому Мое сердце было заперто Моя душа А островы оказался тем ключом Который я так долго искала Иди сюда И кажется, нашла не только его Теперь я счастлива Погоди, а вот это Дочь хозяйки гостиницы? Так и есть Ну, парень здесь, конечно, ни к чему Девчонка и правда Забавная Мне кажется, что вопрос С победительницей видеоконкурса решен Ей станет Лариса Шутите? Она же такую пафосную муть И поназаписывала Что смотреть стыдно Послушай, Роман Я тебя нанял Не для того, чтобы Выслушивать твое мнение Лариса Наш единственный Союзник на острове Никто не сделал для проекта Больше, чем она Остров Это самое настоящее место силы И всегда таким был Это немаловажно для нашего проекта Публике нравятся такие вещи Да и инвесторам тоже Ну, здравствуй, Микаэль Жена сказала Что разрешение на однокомплекс получено Ну, если не считать Некоторых формальностей, да? Значит, людей нагонишь, техники Много техники Чем быстрее мы построим Этнокомплекс Тем быстрее он начнет Приносить прибыль Что, кстати, и вам хорошо Местным жителям А что такое? Не нравится? Остров Живой Забыл? Как ты, как я Он не любит, когда сюда шастает Кто попал Если начнется строительство Беды не оберешься Роман Что скажешь? Все будет хорошо Покажи Кажется Кажется Меня там что-то держат Эй, не ай, не ай Не ай Не ай Эй 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 Вы меня там что-то держат Зачем ты хотела тащить ее, хися? Пообедаете с нами? Мне нужно в поселок ненадолго. Отлично. Купите по пути, пожалуйста, револьвер Смит и Весса. Мне надо застрелиться. Считаете, хорошая шутка? А Маруся бы спросила, какой калибр взять. Откуда у Валентины на щеке шрамы? Это следы от ожогов. Несколько лет назад ее сильно избили и плеснули в лицо кипятком. Подробности я не знаю. Что? Я должна проявить участие? Не должны. Но могли бы. Остальное ведро стоит. Крыша протекает. Ты сидишь, я тут и ничего не знаю. А мы с самого хиеси вытащили. Так. С этого момента поподробней, пожалуйста. Точно такой же, как Карва говорил. Помнишь в кино «Мумия пожирает все души»? Папа участков сказал, чтобы ты пришел как можно быстрее. Вот. Пойдем. Ты ведь тоже с нами? Еще бы. Простите, а что за фильмы вы показываете моей дочери? Не притирайтесь к мелочам, доктор. Верховное божество могло себе позволить часы и подороже. Патек Филипп, например. Хотя эти тоже не дешевые. Майя расстроится. Дина, что с тобой? Так. Позвольте мне сфотографировать. Я к вам бросаюсь, да? Спасибо. Ну что, доктор, у вас есть уже какие-то идеи, откуда в нашей карельской болоте не взялась настоящая египетская мумия? Как раз это объяснить проще всего. Торфяная вода насыщена кислотами, которые замедляют процесс размножения бактерий. Поэтому тело мумифицировалось вместо того, чтобы разложиться. Ничего сверхъестественного. А цвет? Да что цвет? Сабельник болотный. Я там видела череду и вот этот горец, насыщенный дубильными веществами. Они и окрасили таким цветом кожу убитого. Кто сказал убитый? Кто вам сказал, что он убитый? А вы что, не осмотрели труп? Осмотрел. И, между прочим, очень внимательно. И даже фотографировал. И что, вы не увидели рубцы на лице? Лицо изродовано до неузнаваемости. Но, скорее всего, удары нанесены острым предметом. Какими, например? Мачете. Вы еще скажите о лебарда? Топор подходит? Мне говорили, что вы безвылазно уже месяц сидите у себя дома. Чуть ли не при смерти лежите. Оказывается, я рано обрадовался. Верните мне, пожалуйста, печатную машинку. Мне надо работать. У нее твердый знак западает. У меня ничего не западало. Ага, почему у тебя крыша протекает? Это моя музыка. Она меня вдохновляет. Судя по часам, этот хийся погиб не так еще давно. Для специалиста не составит особого труда. Это выяснись. Кашу ешь? Понятно. Спектральный анализ, углеродный. Дело в другом. Этот человек пропал здесь, на острове. Почему его никто не искал? Вопрос в том, почему вы до сих пор задаете такие вопросы. Пора бы привыкнуть, что здесь никто никого не ищет. Боятся найти. Это ваша островная философия ни черта не объясняет. Ему изуродовали лицо, потому что хотели, чтобы не смогли идентифицировать. Но масса других способов. От татуировок до анализа довека. Знаете, мне иногда кажется, что мертвые для вас предпочтительнее, чем живые. Хотите поговорить об этом? Я хочу поговорить о том, чтобы вы переехали к нам с Майей. Не поняла? Ну, у вас крыша протекает. Небольшой ремонт необходим. К зиме она вообще может обвалиться. А вы шутите? А вы боитесь. Это из-за вашего погибшего мужа? Павел, я не лезу в вашу личную жизнь. Я, например, не спрашиваю, где мать Майи. Давайте будем уважать личное пространство друг друга. Ты доела? Пошли домой. Аката. Аката. Я телефон потеряла, потом нашла. Прямо на болоте. Не снимала все это время. Хоть покажи. Ну-ка, давай. Ну-ка отдай потом. Иди, тебя папа ждет. Дина, что с тобой? Тебе плохо? Давай скорее уйдем оттуда. Да, пожалуйста, проведи меня оттуда. Что-нибудь внимательное, да? Да, я видел. И что вас там удивляет? Я ухожу. Вон куда оттуда вывезти. Вы что здесь делаете? Я же просила стучаться. Вот оно и пришло время расплаты. Всем восстаться за грехи страшные, никого не минуя. Чаша сия. Аниматия посуды считается? Ладно, ладно, все, я не права. Подробней, пожалуйста, кому придется расплачиваться и за что? Ладно, ладно, ладно. Что-то случилось? С чего вы взяли? Можно поговорить с вашей дочерью. А, ну, это не ко времени. Динка неважно себя чувствует, лежит, не встаёт. Ну, говорите, ничего не случилось. Ну, не всем же трупами любоваться. Нормальный человек может получить от этого и нервный срыв. Особенно, если этот труп не чужой тебе человек. Дина и утопленник были знакомы. Какого чёрта вы суевете свой нос в чужие дела? Уходите. Варвара, проще рассказать мне всё здесь и сейчас. Я лучше следователю расскажу. Он вчера с материка приехал, вот ему и расскажу. А вот свою дочь в таком положении я тревожить не дам. Всё, разговор окончен. Дина, ты здесь? Это ты! Ты сломал мне всю жизнь! Да что же ты такое говоришь, доченька? Да разве я мог бы? Уходи! Уходи! Я не понимаю, зачем ему эти регистрационные книги? Я уже дала показания, этот человек не останавливался у нас в гостинике. Ну это нечего волноваться, только ты имей в виду, следователь не простой. Он практически легенда, у него одних маньяков на счету, знаешь сколько? Ну а почему здесь маньяк-то? Слово пришлось забыть. Уфу. Здрасте. Здрасте. Ну что, подслушиваем, подглядываем, шантажируем, хватаем за язык, шарим по карманам. Я ничего не забыл? Забыли. Ищем истину и восстанавливаем справедливость. Эти где? Вот тут вот, за дверью? А истина может быть где угодно. Хоть в бельевой, хоть в опиумной курильне. Ну понятно все с вами. Короче, тут приехал серьезный человек и ваша вольница закончилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так трупы валятся и валятся, чем вы их только приманиваете. Ультразвуком. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Так идемте. Подождите. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Да, Ларис? Сейчас приду. Вот, пожалуйста. Лариса позвонила, у них там ЧП. Идемте. Идете? Ночью кто-то пробрался и краской залил снимки. Это нормально? А то у меня ключи пропали от клуба. Ну, пропали. И что мне теперь их в розыск объявить? По линии Интерпола. Извините, можно я за вас? Мне кажется, что это твой муж постарался. Он хочет просто-напросто сорвать презентацию этнокомплекса. Он сюда приходил, угрожал. Да нет, Арва не мог. Ром, подтверди. Так и было. Глупости. Извините, но я не понимаю вас. Если бы ключи взял Арва, он бы их вернул, не привлекая особого внимания. А кто тогда? Так. Я прошу прощения, у следствия появились новые зацепки. Поэтому долг требует, чтобы я сейчас находился совершенно в другом месте. А как же я? Мне саму себя в участок этапировать? Да. Гуляйте пока. Но только смотрите меня. Без самодеятельности. А то что? А то я в участке клопов заведу. Для особо любимых посетителей. Вы бы из головы тараканов вытравили. Лариса, вам не кажется это удивительным? Мне кажется другое, что на нашем острове появились самые настоящие вандалы. Да нет, я про другое. Все фотографии испачканы, случайно. Ну, по-разному. Но везде читается композиция. Только не здесь. Вот здесь что? Не знаю ничего. Ну, что здесь изображено? Да невозможно понять, что здесь изображено. Возможно, методом исключения. Это же ваши фотографии, вы их развешивали. Мои. Ну, так. Это праздник. Иванов день. Шесть лет назад я делала очень много снимков. Оригинал остался? Ну, конечно, на компьютере. Так отлично. Пойдемте, надо их посмотреть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Даже раньше, чем я думала. Вы же друг. Я бы на вашем месте не обольщалась. Заходите. Динка и вправду знакома была с Трупом. Он в гостинице проживал. Вы сами знаете, сколько ей всего пришлось пережить в жизни. А сейчас еще беременная. Поэтому вы облили фотографии в ДК, не подумав, что где-то есть оригинал? Я... Я только страницу вырвала. Страницу? А, из регистрационной книги. Получается, Труп, не будучи трупом, зарегистрировался, и вы хотели скрыть этот факт, верно? Максим Козырев. Так его звали. По мне так хлыщ, хлыщ он. Ну, в своей мозге дочери не вложишь. Охмурил Динку на раз. Да так что. В общем, стал ее первым мужчиной. Потап как узнал, я думала, он с ума сойдет. Выкинул парня из гостиницы. Угрожал убить, если его видят рядом. Динка очень страдала, а потом уехала на Большую Землю. А дальше вы помните. Все, что с ней потом произошло. Ну, а что мне было делать-то? Ну, так что. Продолжать ослеплять всех своим идиотизмом. Можно вам дать совет? Если не умеете заметать следы, не надо этого делать. Просто Динка думает, что это Потап убил Максима. А Потап целый день был со мной. Мы тогда к празднику готовились. Да еще вот этот следователь. Он, в общем, забрал все книги. Я думала, он будет думать на Потапа. Поможете? Возможно. Там что-то интересное? Интересное. Будешь? Откуда это у тебя? Откуда это у тебя? Следовательно. У нас у папы. Он хороший. Доктор, вы мне нужны ненадолго. Может быть, выясните? Не сейчас. Вещи убитую ведь еще здесь? У меня в сейфе. Мне надо взглянуть на часы. Он не причастен. Кто? Потап не причастен к убийству. Интересно знать, почему. Доктор, а вы же мне сказали, что в сейфе улики в безопасности. Хоть понимаете, что это уголовно наказуемо? Доктор не виноват. Это я попросила его дать мне часы. И по ним вы определили, что муж хозяйки гостиницы не виновен? Может быть, в чем-то он виновен. Но не в смерти хозяина часов. Я бы не был так уверен. Им есть что скрывать. Погибший явно оказывал сопротивление. Один из ударов пришелся на запястье. Часы остановились. Таким образом, мы имеем не только время, но и дату смерти. Хронограф. Именно. А еще это совпадает вот с этим. Это вечер убийства. Разница во времени на снимке на часах 4 минуты. Расстояние от болот до места празднования 20-25 минут минимум. Потап не успел бы при всем желании. Агата. Как всегда, блистательно. Ты же понимаешь, что не сможешь бегать от меня вечно? Десять лет как-то получалось. Ну, это в других местах. Остро слишком мал. Надо было выбрать что-то более масштабное. Раз ты здесь, я так понимаю, дело серьезнее, чем я думаю? Может быть, я приехал увидеть тебя? Нет. Дело самое обыкновенное. Разве что старое. Но интересное. Тело принадлежит некому Эрику Козинцеву. Владел сетью борделей. Занимался поставкой живого товара из стран СНГ в Европу. Шесть лет назад взяли всех его подельников. А он как сквозь землю провалился. Кто бы мог подумать, что в прямом смысле. В гостинице он зарегистрирован был как Максим Козырев. Обычные меры предосторожности. А вот с татуировками сложнее. Ваш участковый довольно подробно их описал. Так что мы смогли его идентифицировать. Ты ни капельки не изменилась. Меня будет проще всего идентифицировать. Немного почитал историю острова. Если, конечно, откровенный миф о творчестве, можно назвать историей. Что это за байки такие? Про то, что здесь граница между мирами и что остров якобы живой. Местные в это верят. Ну, а ты? Да ладно. Никакого извительного замечания. Никакой иронии на тему неудачников, застрявших на краю света. Что-то я тебя не узнаю. Ладно, Козинцев, он хотел здесь прятаться. А вот что здесь делаешь ты? Моя. 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 Поехали. Да что ж вы за семейка-то такая, неугомонная. Вы мне поможете? Я уже помогла. Ваш отец ни в чем не виновен. Следствие это известно. Так Мацую передайте. Причем здесь отец? Я хочу, чтобы вы нашли убийцу Максима. Во-первых, его звали не Максим, а Эрик. Во-вторых, он был отвратительным человеком. И я думаю, к лучшему. Все то, что случилось, иначе это бы все очень печально закончилось для вас. А для меня все так и закончилось. Потому что его убили. И он не был отвратительным. Он был... Прекрасным, милым, чудесным, конечно. Для прошлого меня, да. Теперь все по-другому. Я другая. Я стала лучше, чем была раньше. Что ж, мы все прошлое-то ворошаем. Оставьте прошлое в прошлом. Вы сейчас другая, хорошая. У вас другая жизнь. Все будет хорошо. Я просто хочу поставить точку в этой истории. Только Антон ничего знать не должен. Тогда не надо ничего ворошить и развивать бурную деятельность. Тогда никто ничего не узнает. Это мой вам совет. Найдите убийцу Максима, я вам заплачу. Что-то новенькое. Возьмите. Я такое не нашел. Я вам не советую. Это его подарок. Я, Дина, уже не веду никаких расследований и уезжаю с острова. Пора менять дислокацию. Подождите. За несколько дней до того, как Максим исчез, мне подкинули голову черной собаке. Ну, пожалуйста. Я даже не знаю, куда он мог пойти. Максим или какой там Эрик. Ну, может быть, вы его с кем-то видели? Ну, хотя бы пару раз видела. С Женькой Ламисовым. Это кто? Ну, жила у нас два брата. Женька и Микаэль Ламисовы. Родители их погибли тогда на пароме. Ну, у нас тогда много народу погибло. Ну, не про это. Женька был всегда такой целеустремленный парень. Уехал на континент. Вернулся через десять лет. Ну, как сказать, каким-то другим вернулся. То есть, он сейчас на острове? Ну, да. Челленджи это. У нас таких много. Вот. А Микаэль, это старший брат, то уезжал на Большую Землю, то опять возвращалась, опять уезжал. Что-то у него с континента не ладилось. Вот. А несколько лет назад выиграл большую сумму денег в лотереи. И исчез. Недавно вернулся. Ну, уже такой солидный бизнесмен. Собирается какие-то комплексы здесь строить. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приказываю тереть чертище, шапку мою охранять в озерище, да ненависть разжигать в той избище. Магическое заклинание на отворот любимого от соперницы. А написать послание должна была женщина самолично. Я так и думала, что это отворот. А вот написать самолично – это интересная деталь. Графологическая экспертиза бы не помешала. Кто у вас промышляет черной магией? Да вроде никого. А Змейглавец? Вспомни. Его лет десять, даже, может быть, и двадцать, никто не видел. А с Михаэлем кто недавно встречался? Микаэль после этого в лотерею выиграл. Случайность? Почему такое странное имя, Змейглавец? Потому что он голову свою никому не показывает. Как найти этого? Микаэля где он живет? Вамикаэль? А вы-то самый Агатый Север. Я ждал вас. Неужели? Мне нужен Змейглавец. Простите? Колдун, Змейглавец. Что-то мне нехорошо. Сердце шалит. Всего доброго. Господин Вокуш, это Микаэль Ламисов. Вы не могли бы приехать ко мне, а? Да, срочное дело, он не терпит отлагаться. Спасибо. Ты зачем здесь? Ты слышал? Труп нашли на болотах. Ну и что? Завтра же уезжай. А иначе? Ты сам знаешь, что тебе убраться надо отсюда. Так будет лучше всем. А вы сказали, что еще будет театрализованное представление. Ай, вчера было штормовое предупреждение. Вот актеры не приехали. Что делать? Все мы заложники погоды. Надо же. Кто бы мог подумать. Мои-то все в Турцию на отдыху катили. А я вот сюда, на остров. На остров. Побыть в одиночестве. Подумать о жизни. Очень наша местность просветляет. Что говорить? Так это вот она, что ли? Что? Предложение сделал? Боюсь, что семейная жизнь ее не очень интересует. Ты обещаешь иногда только деваться? Раз в год устроит. 32 мая. Капитан, вы идете? Майя, мне нужна твоя помощь. Кто? Вот тот, про кого я вам и говорил. Он может вам помочь. Спасибо. Здравствуйте. Старший следователь по особо важным делам Григорьев. Право, не знаю. Я вчера весь дом кишел змеями. Можно ли это считать важным делом? Ну, давайте поговорим о других. Меня интересует ваш младший брат, Евгений. Давно последний раз с ними делитесь? Я не помню точно. Несколько лет назад. То есть, в этот приезд вы не встречались? Вряд ли встретимся. Мы много лет не общались, и не вижу смысла, что люди меняют. Семейный комплект. Я не хотел бы это обсуждать. Ну, хорошо. Давайте, азмеи их. Мы вас потеряли. Ягата беспокоилась. Не рассказывай сказки. Она только о себе беспокоится. У меня были важные дела. Что это у тебя? Петиция. Вы за стройку или против? Нужно подписи и фамилию поставить. Смотри, сколько уже расписалось. Тарас, по-хорошему, Арва нужно задерживать. Змея – это ведь его рук дело. Гадалки не ходи. А если дальше угроз падет? Это как? Убийство. И кто в этом виноват будет? Вы будете виноваты. Вернее, ваше преступное бездействие. Это кто заговорил? Ты забыл, как от меня по лесу бегал? Я тебе же его напомню. Иди вон. Работай. Убийство. Преступное холодильство. Сказать, что я потрясен, не сказать ничего. Почему вы раньше не позволяли себе? Это из-за следователя, нет? Он у вас беспокоится, просил приглядеть. Он славный парень. Вы ведь были знакомы? Не было вчера. Вот этой фотографии. Это Валентина. Да, а ее тогдашний муж Евгений. Они расстались вроде, когда случилось несчастье. Когда случилось несчастье? Если бы я ее наблюдал, сказал бы точно. А так, я встретил Валентину, когда ожоги уже зажили. Но, судя по их состоянию, прошло не меньше трех месяцев. Это была осень, да. Вторая половина октября. Шесть лет назад. Вот, собрала. Молодец. Валентина против стройки. А Валентина говорила, куда собирается? Может быть, домой? Она сказала, что должна решить что-то важное. Едемте. Валентина против стройки. Может быть, расскажете, что происходит? Мне кажется, я знаю, кто изуродовал лицо Валентины. Хейси из болота. Вы про него что-нибудь знаете? Уже рассказали. Я думаю, обе девушки, Дина и Валентина, были в него влюблены без памяти. Но Дина оказалась более удачливой. И тогда Валентина решила прибегнуть к черной магии. Она обратилась к колдуну и, собственноручно, на бересте написала проклятие. Подбросила собачью голову. А Дина все рассказала Эрику. И он решил проучить ревнивецу. Избил ее и облил лицо кипятком. Я не удивлюсь, если Валентина его убила. Я собираюсь ее найти. А заодно рассказать следователю по особо важным делам свои версии. Может, ответите? Вы ведь были знакомы раньше? Он мой бывший муж. Отойдите. Он жив? Жив. Сделайте что-нибудь. Удар был очень сильный. Рана серьезная, но он жив. Если бы вы знали, сколько раз я его убивала в своих романах. Черт. И Тарас трубку не берет. Да что же это такое? Теперь будем говорить. Хотя это тот самый Тарас, по которому на участке чуть вожняка не завалили. Вовремя не измельчил преступницу. Я не думаю, что это Валентина. Что вы опять начинаете, а? Вы же сами говорили. Сами. И доказательства её измельчают. Давайте уже, не меняйте ничего. Давайте, раскроем это дело, как говорится, по горячим следам. Валентина живёт в моём доме, я изучила её неплохо. Убить обороняюсь могла, преднамеренно исключена. Папа! Подожди. Вот, пока катер на приколе, решил в моторе покопаться. Пап, прости меня, пожалуйста, за всё, что тебе наговорила, и что подозревала. Да всё хорошо, доченька. Я не сижусь. Не сижусь. Доктор, ну? Я сделал всё, что возможно. Состояние стабилизировалось. Но никаких прогнозов пока дать не могу. А мне бы протокол составить? Ну, когда придёт сознание. Когда это может случиться? Я же сказал, никаких прогнозов. Так. Ой! Осторожно. Сцепилась. Папа! Ну, вот почему, а? Почему голову проломили именно следователю по особо важным делам? Мы не скажем кому-нибудь другому. А? Это ж неправильно. А кому должны были проломить, чтобы было правильно? Мне, доктору, Потапу, Варваре, Дени? Кому правильно? Доктору неправильно. Доктор нас лечить должен. И пациентов у него, кстати, прибавляется вашими молитвами. Гостиницу тоже нельзя без приспомотра оставить. Я уже не говорю о катере. Не продолжайте. Вывод ясен. Да, слушаю. Господи, закончится это когда-нибудь или нет? Вроде и выединенный остров. Прямо все устроено для счастья и благоденствия. Кстати, мы что имеем? Чикаго 30-х годов. Все. Сегодня же рапорт напишу. А об отставке? А служебно-рысхной собаке. Пусть пришлют. Не одну, пусть десяток пришлют. А лучше еще ОМОН и Росгвардию. И вообще, неплохо бы открыть здесь филиал следственного комитета. Да, все они к нам сюда и приедут. Правильно. Бог даст, поспокойнее будет. Значит, смерть наступила в результате повреждения шейных позвонков. Это ведь она о чем говорит? Что убийца? Крепкий, физически сильный мужчина. Женщина вряд ли смогла бы так шею свернуть. Селенок бы не хватило. Майя мне говорила, что Валентина в последних разговор собиралась принять какое-то важное решение. Какое? Не знаю. Но, возможно, она как раз об этом хотела поговорить с Леонидом, со следователем. Каким-то образом она оказалась возле участка? Ну, это как раз не вопрос. Она вместе с сообщником решила убить следователя. Вот. А после того, как дело было сделано, он избавился от нее. Как это не нужно, свидетеля подходит версия. Доктор говорил, что Валентина была замужем какое-то время назад. Вы знали ее мужа? Я ее-то плохо знал. А уж о муже я вообще понятия не имел. Жень Каламисова. Он Валентину с материка привез. Люди говорят, любил ее очень. Потом расклеилась у них. А с Микаэлем с братом двоюродным давно не лады. Подожди, Микаэль это вот тот, который бизнес устраивает? С Ларисой тут вот? Ну, вроде того. Слушайте, ведь Леонид Андреевич как раз у этого Микаэля спрашивал насчет брата. И даже очень интересовался. Он в кабинете где-то полчаса с этим своим ноутбуком ковырялся. Вот по этому поводу отправлял какие-то письма, сообщения. А где он? Леонид Андреевич? Ноутбук. Ну, участок, я так думаю. Пойдемте-ка в участок. Потап, вы же побудете здесь? Спасибо. Пойдемте. Вы знаете, в чем преимущество моей пишущей машинки перед этими гаджетами? На ней пароля нет. Нет. Это не может быть. Хотя... Отлично. Ну, а у вас все-таки удалось. Увидите. И как это? Перепаяла провода. Ага. Куда убежали-то? Вы же мне так и не сказали. Вы нашли, что искали-то там? Ну, нашла не я, но информация любопытная. Ну? Этот Евгений Ламесов, он работал на Эрика. И не он один. Валентина оказывала его клиентам услуги определенного рода. Аня, в смысле? Протенутка, что ли? Да. Вот тебе номер. А как с ней говоришь, все грех да грех. А она, смотри-ка, прям Лев Толстой получается. В смысле? Толстой. Роман, воскресенье. Ну, роман, воскресенье несколько про другое. Ведь неважно, мы вообще не понимаем, что с Валентиной там произошло. Что произошло с Валентиной, мы как раз очень хорошо понимаем. Она в морге лежит. А вот Евгения этого надо брать. Как можно скорее, пока он с острова под шумок не свинтил. За что? Нет за что брать. Ну, в банде был? Был. Значит, уже есть повод. В банде это громко сказано. Мелкая сошка выполнял разовые поручения. А вот сам этот Эрик, в общем, он, когда приехал сюда на остров, он захватил с собой крупную сумму денег и драгоценности своих европейских партнеров. А драгоценности это, между прочим, редкие розовые сапфиры. Да вы что? Ну что ж, нашли сапфиры-то? В запросе про это ничего не сказано. Ну что, план у вас какой? А, ну, в моем плане можете не сомневаться. Как я люблю говорить, не имея сто друзей, а имея одну болтливую бабу. Я дозвонился до Ларисы и сообщил ей по большому секрету, что наш следователь выжил. Поверьте, через сутки об этом будет знать весь остров. Убийца туда шесть, и я его цап-царапаю. Вот так, на живца. Чего, в цем умею? А что? Какое вы имели право рисковать жизнью человека? Кто бы говорил, мы самый главный провокатор у нас на острове. Алкоголь в баре – это не более чем смазка для неформального общения. Давай разработаем систему коммуникации. Если тебе по роже прилетит локтем, значит тебе пора заткнуться. Ого, интересное кино. Очень интересно. Мне понравилось, но не все. Ну, мне, если честно, ничего не понравилось. Особенно не понравилось то, что Агата забивает тебе в голову всякой… Кино с Нолубудой. Точно. Вообще-то это Тарантино. Большой стиль. Так Агата говорит. Агата, Агата. Я понимаю, тебе нравится Агата. Еще я понимаю, что не могу тебе запретить с ней видеться, капитан Сорвиголова. Конечно, не можешь. Ты себе не можешь. Что случилось? Чего страшного. Хожу по тапу, новое стекло вставит. А пока фанеркой закроем. Очень сильный ветер. Отведи. Нет никакого ветра. Ну что там? Что такое? Что случилось? Он был здесь. Я бежала, но его спугнули. Что вы взяли? У следы. Далеко не уйдет. Стой! Стрелять буду! Скорее не буду. Скорее всего не буду. Как же все достало, чтоб тебя. Тарас? Не догнали? Куда там? Только тени видел. Знать бы кого. Но я гнался. Для страски аж два круга рядом. У воды еще сделал. Пусть знают, что полиция не дремлет. У вас кетчуп на губе? Или это кровь? Отстреливались? Ну, ошибочка вышла. Вы это называете ошибочкой? Я это называю ошибкой. В расчетах. Я-то думал, Лариса слухи распространяется скоростью звука. Она, видишь? Со скоростью света. И платить не надо. Платить? Ну, конечно же. Найдите убийцу Максима, я вам сплочу. Вы знаете, где живет Евгений Ламесов? Вам-то зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы сообщить, что его жена умерла, охоте бывшая. Есть пара домов у заброшенного монастыря. На другом крае острова. Вроде там обитал в последнее время. За пешком туда не добраться. Доктор, знаете, у меня что-то ля бемоль западает. Чего? А, вы не музыкант. Сердечка шалит. Нет ли чего у вас? Найдется. Хорошо. А вы все знаете, а что, если я у вас полежу? Недолго. Послежу за пациентом, пока следственная группа не приедет. Сапога. Сапога. Эй! Ага-та! Ну и как вам это нравится? Мне нравится. Что вам нравится? Она нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откройте! Матап, я хочу уехать с острова. Давай сейчас, немедленно. Что? Что вы говорите? Я не слышу вас. Бежать собрался. Забыл, что ты здесь пленник. И будешь пленником, пока не заплатишь по старым долгам. Игорь, я пришел ко мне. Мы посидели с ним, выпили. Потом мы поехали в полгры за наливкой. Он закрыл люк. Видимо, хотел, чтобы я сдох. Я бы так и сдох. Он вас ненавидел? Как долго он вас ненавидел? А это дела уже... Фемейный вас не касается. С тех пор, как Микайли убил Эрика? Какого Эрика? Да вы знаете, какого Эрика. Вы кто? Я так-то вас спасла. Да мне плевать на Эрика. Но убийство это не отменяет. Он убил Эрика, забрал деньги и драгоценности. Уходите! Убирайтесь отсюда! Пошла вон! Напрасно вы выгораживаете. Он убил Валентину, вашу жену. Это я звонил, доктор. Плохие дела. А что случилось? Узнал от Потапа, что мой новый босс хочет уехать с острова. Весь вечер ему названивал. Лодку хотел найти. Ну, и я вот решил заехать, проверить, все ли в порядке. А тут такое… Да и ничего тут такого. На глубокий обморок окно, откройте. Холдом. Из меня иглавят. А он приходил забрать мою душу. Что, Курин? Вот оно. Вот оно подтверждение. Если я только прав, тот, кто вздумал играть со мной, того не поздоровится. Да уж, неловко вышло, простите, доктор. Ничего, бывает. Пойду, поищу его. Посмотрю, чтоб ничего не натворил в таком состоянии. Мы приехали сюда, и сначала все было замечательно, но потом она заскучала ей. Я не знаю. Затем приехал Эрик. Ему нужно было спрятаться, пока его ищут. Он засел уже в гостиницу, а потом Микаэль. Наверное, тогда брат и узнал про деньги и про драгоценности. Он даже уговаривал меня, чтобы избавиться от него. Но вы не согласились? Нет. Отказался, а он, видимо, нет. Эрик тогда пропал, а Микаэль вдруг привалила баснословная сумма в лотерею. Что бы вы подумали? То же, что и вы. Микаэль пытался, пытался всячески меня уговорить, что он даже пальцами трогал Эрика. Он во многом пытался меня убедить даже в том, что Валентина – любовница Эрика. А вы поверили? Она точно умерла? К сожалению. Когда нашли труп, я пытался уговорить брата, чтобы он уехал. Поэтому он меня запер. Он боялся, что я сдам его в полицию. Лучше бы я сдал. Тогда Валентина была бы жива. Я ее не простил. Я, наверное, никогда не прощу. Лучше бы она была жива. Лучше бы он был. Лучше бы он был. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА